Папа Толя и дядя Филипп, они близнецы. В Москве помогает жить и выживать только ирония. Шикарно, да? Но это все равно Москва не моя. Это Москва уже парфюмерная Москва. Ты крал бабушкин халат, нес старьевщику. И не важно, что бабушка вчера купила этот халат, но зато у тебя появилось сокровище. Интеллигентские дети все дико противные, орущие, да еще многие рожденные в состоянии опьянения, поэтому их вырастить было очень трудно. И только дядя Боря с тетей Зиной, какое бы дерьмо не приносили, Зина говорила, шикарный ребенок. Ну просто шикарный ребенок. И успокоенный алкоголик уносил шикарного ребенка. Только выпивая, можно вообще понять друг друга, свою семью. С тех пор, как придумали деньги, это вопрос риторический. Когда дети пьют, это очень хорошо. Внуки, слава богу, начинают потихонечку. После 50 лет отсутствия меня в той квартире, что там такое, какое ощущение у меня будет. СИГНАЛИЗАЦИИ Историю великих городов пишут не только историки. Большая история Москвы складывается из историй маленьких. Это рассказ о жизни улиц и зданий, фабрик и музеев, институтов и театров. Но прежде всего, это рассказ о жизни людей, сделавших этот город таким, каким мы его знаем. Тех, для кого столица была членом семьи, неизменной участницей радостных и горестных событий, фоном застольных рассказов, равноправной героиней семейных сцен и фотографий пожелтевших альбомов. Мы нырнули в полуторавековую историю московских семей, поговорив с представителями разных поколений известных столичных династий. Специально для читателей «Москвич Мэг». В новом сезоне Макаревичи, Лунгины, Светы, Цегали, Ширвинты, Лентуловы. В этой московской семье все построено на удивительных противоречиях, что не мешает ей быть столь же удивительно гармоничной. Она была такой при разных властях и исторических катаклизмах. Никакие городостроительные перемены не мешали этому клану оставаться роскошным примером настоящей столичной интеллигенции, в которой из поколения в поколение передавалась главная заповедь «Не относись к себе серьезно». В Москве помогает жить и выживать только ирония. Глава династии Александр Анатольевич Ширвинт называет себя российским интеллигентом еврейской национальности с немецкими корнями. В родословной его жены Наталье Николаевне Балаусовой, восходящей географу Семенову Тиншанскому, русские аристократы и даже столбовая дворянка. В нашей родословной, нашей династии, не важно Ширвинтов или Белоусова, но больше Ширвинтов, это ирония и, что еще более ценно, самая ирония, потому что относиться к себе серьезно, это очень скучно. Это так. У меня и дети все относятся с иронией и к себе, и к окружающему миру, и папа. Да, по сути дела, очень много его театральных и киноработ основаны на образе, который весь пропитан иронией. Взять хотя бы знаменитую сцену из фильма «Приходите завтра». Чего это много, столько народу-то наврало? Ничего не могли сделать. Все хотят вас слушать. Да. Павел Иванович, прошу вас. Красавида Сергеевич. Владимир Иванович. Красавида Сергеевич. Владимир Иванович. Ростя. Просим. Просим. Мы ширвенты. Как хочется сказать, столевары. Мы хлопкоробы. Но фамилия не подкачала. Еще и с белоусами мы можем проскочить. А мы ширвенты – это некая такая эклектика. Абсолютно все разные. Все со своими характерами, со своими жизненными… Нет, жизненные ценности общие. Ну, все равно разные по характеру, по, не знаю, энергетике. Конечно, мы москвичи. Но мы москвичи старые. Сегодняшняя Москва, она совершенно вылизанная. За москворечье просто выпуклились маленькие купеческие домики. Шикарно, да? Но это все равно Москва не моя. Это Москва уже перестроечная, подозрительная такая, парфюмерная Москва. Хотя, в общем, приятно, что это реанимируется. А моя Москва – это Москва. Никитские ворота, Арбат, переулки с совершенно значимыми фамилиями. Скатертный, Столовый, Хлебный, Медвежий, да? Там жили представители этих профессий. Когда-то, не вчера. Там, в скатертном переулке, жила и семья Ширвентов, в типичной московской коммуналке гигантского размера. Мы жили в шикарной, сколько, восьмикомнатной квартире. Там, правда, было девять семей. На круг это было, наверное, человек шестнадцать. Мы были буржуи, у нас было две комнаты. Одна маленькая, двое побольше. Этот уголок столицы остался для Александра Анатольевича любимым. Туда тянуло даже спустя много лет. Все ширвинты душой привязаны к этому месту. Еще когда работал артистом, дома всегда собаки, нужды. Династия Белоусовых и Семеновых. Поэтому, предположим, подготовиться к репетиции, вспомнить текст. Я ехал в скатертный переулок, и там стоял, притулившись, и там сидел в одиночестве. И мне все время хотелось подняться на четвертый этаж, посмотреть. После пятидесяти лет отсутствия меня в той квартире, что там такое, какое ощущение у меня будет. Для меня Москва – это Арбат. В широком смысле этого слова, я имею в виду географический, широкий, растянутый. Потому что и скатертный переулок, где я родился, и обыденский переулок, где я бывал как раз в знаменитой квартире своего прадеда – это все, по сути, Арбат. Арбатский дух, арбатское детство не только навсегда сохранились в памяти, но, похоже, отпечатались и в характере, и в отношении к жизни. Сама улица Арбат проходит в центре между двумя микрорайонами. И вот это для меня Москва, потому что я там родился. Я помню какие-то немыслимые вещи. Я помню старьевщиков, ходящих по улице, по скатерингу. Старьё берём, старьё берём. А за это старьевщики давали какие-то неслыханные сокровища. Ты крал бабушкин халат, нёс старьёвщику, за это давали на резинке такую штучку, ю-ю, типа вот она. И не важно, что бабушка вчера купила этот халат, но зато у тебя появилось сокровище. В этом роду врачи и музыканты, юристы и учителя, архитекторы и актёры. Люди яркие, сложные, очень разные и одновременно очень схожие отношением друг к другу, представлением о семье, как о главной ценности. Ширинтовский род всегда был очень, так сказать, клановым вместе. В Византии сбрасывали стариков со скалы 50 лет, чтобы под ногами не крутились. А мы вот доживаем до 90, и ещё дети нас узнают. Что касается фамилий, у меня намного более значимая и весомая в обществе фамилия, это по маминой линии, и то не Белоусов, а Семёнов. Это мой прадед, который был много-много лет главным архитектором Москвы, академиком. То есть это самая влиятельная фигура в нашей родословной. Проект моего прадеда – это генеральный план застройки Москвы, по которому Москва строилась много десятилетий. И, по сути, до сих пор она развивается, исходя из концепции плана, который разработал мой прадед. Владимир Николаевич Семёнов прожил яркую жизнь. В молодости он отправился добровольцем на Англобурскую войну, воевал на стороне буров, общался с молодым Черчиллем. Жена его, Алевтина Михайловна, прабабушка Михаила Ширвинта, была столбовой дворянкой. Я не застал дедушек, я только бабушек застал. Мама – адреситка, папа – хорьковчанин, я и ребёнок мой – москвич. Мама Александра Ширвинта, Раиса Самойловна, урождённая Кобыливкир, подавала большие надежды как актриса, играла Сюзанну в «Женитьбе Фигаро», но после тяжёлой болезни от сцены пришлось отказаться. Тем не менее, всю свою жизнь она прожила в творческой среде, став главным редактором концертного отдела филармонии и любимицей богемной Москвы. У неё образование театральное, она училась в Станиславском, во второй студии МХАТ, потом заболела туберкулёзом и вынуждена была эту профессию бросить. Одно лёгкое вообще исчезло, и в то время это ничего не лечили, как известно. И она, ну, выжила, тьфу-тьфу. И потом она, конечно, всю жизнь занималась артистами. Она была как крёстная мать, а вот наседка такая была. Все филармонические, эстрадные, все победы московских артистов, да, это всё, в общем, мать. Она много открыла имён и многих знаменитых, включая Яхонтова, Качалова, Журавлёва и так далее, всячески курировала. Она была вот такой, значит, редакторшей, администраторшей, путеводителем. В общем, вот такая. Она была очень энергичная мама, в отличие от папы, потому что папа был совершенно, так сказать, над схваткой. Папа Анатолий Густавович – один из четырёх братьев Ширвинтов, сыновей одесского врача. Есть версия, что семейные корни уходят в восточно-прусский город Ширвинт, первые упоминания о еврейской общине которого относятся ещё к XII веку. Отец очень дружил со своими братьями, особенно с братом-близнецом. Папа Толя и дядя Филипп – они близнецы. Всю жизнь они близнецы, были полные близнецы. Их отличить было невозможно. Причём, что интересно, до самой их смерти они всё равно были удивительно похожи, не менялись, что редко. Папа был скрипач, а Филипп был белончелист. Когда Кио знаменитый, не Игорь и Эмиль, а папа Кио, только придумывал свой аттракцион, у него в основном были эти все гномы и карлики, а потом ему стало скучно, и он стал как-то уже подгребать близнецов, не очень карликов, но тоже в основном евреев. Хотя, я не знаю, карлики евреи бывают или нет. Наверное, бывают, но очень маленькие евреи. Значит, выходил папа, играл на скрипочке, его засовывали в сундук. Для достоверности на арену вызывали пару каких-нибудь жлобов. Они сами запирали этот сундук на все замки, его цепляли и под купол поднимали. Когда он уже был почти под куполом, выходил Филипп, тоже со скрипочкой, и играл. Был чистый фокус. Но кроме того, что они работали в цирке, они еще были очень хорошие музыканты, в основном педагоги. Филипп очень серьезно пережил папу, умер в 66 лет. Это вообще маловато. Его жизнь сравним. Ну, с чем бы сравнить-то его жизнь? Вот, с быстро двигающимся автобусом. Такой блестящий автобус. Люкс. В окна сидит тишайший мальчик, интеллигентный маменькин сынок, вундеркиндик. Из этих, из будущих, гений. У Анатолия Густавовича были проблемы с сердцем. Он часто шутил, что связаны они с одним забавным эпизодом из дачной жизни московской элиты 50-х годов. Он говорит, что этот эпизод повлиял на его здоровье. У него стало сердце болеть. Летом мы жили на даче. У родительских друзей были такие академики знаменитые. Алихановы. Ядерщики, атомщики. Им советская власть построила поселочек под Звенигород под названием Можженко. Он до сих пор стоит. И вот эта Алиханова, жена у них была Рошаль. Замечательная скрипачка. И вот они дружили с родителями. И летом мы там жили у них в этом поместье. Папа работал, а тогда никаких машин не было. У них-то были у академиков. У остальных ничего не было. И добираться было от Можжики до Звенигорода. Потом электричка и так далее. И он куда-то страшно опаздывал, выскочил. И ехал зим какой-то. И он, переборов свою индивидуальность, проголосовал, тут остановился. Говорит, в Москву. Садитесь. За рулем сидел такой железобетонный, в черном костюме, в галстуке человек. И все эти 67 километров папа не мог понять, академик это или водитель. И поэтому он совершенно измучился и довел у себя почти до инфаркта. И когда уже подъезжали к Москве, папа сказал, ради Бога, простите. Я вам очень благодарен. Скажите, а в какой форме я мог бы выразить вам свою благодарность за вашу услугу? Да что это там бал сказал? Я думаю, что с тех пор, как придумали деньги, это вопрос риторический. С тех пор папа стал плохим сердцем. Старший брат отца, Евсей Густавович Ширвиндт, доктор юридических наук, профессор, был начальником главного управления мест заключения и первым начальником войск конвойной стражи СССР. Дядя Евсей, крупнейшие советские дети, юрист, законник, занимал огромные посты. Даже в сегодняшнем бессмысленном правовом пространстве все равно выпукляется фигура. Евсея, который был и практик, и теоретик, вот, он сел, естественно, и сидел 16,5 лет. И я его уже видел, когда мы с моим любимым дворим братом, его сыном Бобкой, его встречали из лагеря. А так как его реабилитировали, как это было иногда принято у нас, то его тут же послали поправлять здоровье в Одесской санатории ВЧК. Вот, и мы туда провожали. И вот он, про себя, 16 лет, крепкий совершенно такой, весь жилистый, вот. Он там заболел каким-то насморком или чем-то, вот, и умер. Младший брат отца Борис Густавович Ширвент, доктор медицинских наук, знаменитый столичный педиатр-инфекционист. Дядя Боря, он был замечательный, потрясающий педиатр. Вместе с тетей Зиной, своей женой, они в Морозовской больнице заведовали отделением. И к ним, значит, вереницы тащили всех этих особенных интеллигентских детей. А интеллигентские дети все дико противные, орущие, да еще многие рожденные в состоянии опьянения, поэтому их вырастить было очень трудно. И только дядя Боря с тетей Зиной, какое бы дерьмо не приносили, Зина говорила, шикарный ребенок, ну просто шикарный ребенок. И успокоенный алкоголик уносил шикарного ребенка. Вот, они были замечательные. Брат мамы, Аркадий Самойлович Кобыливкер, был политическим активистом. Еще был у меня дядя Аркадий, которого я не видел, потому что в 20-х годах в Одессе он был один из главарей сианитской молодежной организации. Где-то в этих 20-х годах он уехал. И всю жизнь жил в Англии. И вот единственный мой дядя по материнской линии. И всю жизнь я пытался найти корни. Сначала нельзя было делать то, что было под судно, потом занавес приоткрылся, и никто не мог найти. А потом у меня масса друзей и жили в Англии. И были, я даже в Англии, и я, и все были в Кенте. Гинекологическая клиника Кобби, так как фамилия мамы Кебелиткер, и главный врач и хозяин был Кобби Аркадий. И так мы его и не нашли. Иди ко мне. Скорее. Еще скорее. 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 Еще скорее. Скорее. Иди ко мне. Как истинным московским интеллигентам, Ширвиндам присуща терпимость и толерантность, в том числе конфессиональная. Я детство провел в церкви. Дело в том, что моя нянька, дядя Наташа, которая была у нас 45 лет, она, значит, вот с этого скатертного переулка, со дня моего рождения, утром, значит, когда меня незамысловато кормили, она меня брала и вела, так сказать, гулять. А гуляние это было в церкви, потому что она ходила в церковь, в которой, на углу Гоголевского бульвара, и там, значит, практически мы гуляли за утреннюю, потом до обедни, я думаю. Потом меня с гуляния привозили домой. Так что я очень религиозно подготовленный мальчик. И у старшего, и у младшего Ширвинта отношения с системой образования складывались непросто, что, впрочем, не помешало каждому найти свой творческий путь и двигаться по нему в направлении к успеху. Я учился в элитной московской 110-й знаменитой школе, там же у Никельских ворот, где с одной стороны вынуждены были учиться всякая еврейская шпана, типа меня, потому что наш дом стоял через дом от школы. Никуда не денешься. С другой стороны, это школа, где все отпрыски вождей из Грановского тоже там учились от ближайших. Но тех детей на чайках с охраной не возили. Дети от Женикидзе, Рущёва, кто ещё там был, Хрулёва и так далее, мои одноклассники, они ходили пешком в школу. Это школа, значит, это тоже вот такое ностальгическое-историческое. Ну как? Победа? Ещё нет, но будет. Меня мама мучила всю жизнь, с первого по десятый класс. Она прошла со мной ещё раз в школу. Причём она-то получила это образование, а я нет. Как был неучим, так и остался. И книжку я написал, которая называется «Мемуары двоечника». И только в девятом классе я случайно наткнулся где-то на дневник своего папы и понял, что генетик, да, он был прав. У меня хоть две тройки было, у меня, по-моему, не одной. Дневник дневником, но настоящие оценки Ширвенту-старшему ставило время. А ещё публика, которая полюбила его с первых же ролей. Этого актёра не надо представлять, но при этом вот уж действительно ирония судьбы. У него практически нет главных ролей. Нить от меня ускользает. Что-то во всем этом есть неясное. А что если какой-нибудь наглец действительно посягает? По линии папиной фамилия Ширвент громко зазвучала, когда папа стал сниматься в кино. Причём, когда его слава в мире искусства гремела, и конная милиция стояла, чтобы перекрыть толпу, которая билась, чтобы попасть на его капустники в ВТО. Но широкой публике он не был известен. Он стал узнаваем быть после нескольких фильмов. Стоп! Неужели вы думаете, что можно слушать комические куплеты с таким вот уныло-постным лицом? Я вас очень прошу, выйдите вместе с ним в сад. Александр Анатольевич преподает в Щукинском училище уже больше 60 лет. Среди его учеников Андрей Миронов, Алла Демидова, Леонид Ермольник, Наталья Гундарева, Александр Пороховщиков. Нынешние студенты Ширвинта часто говорят, что он учит их играть по-столичному. Что же это значит? И вот обаяние Висбора, Органика и Всегнеева характерности Гриценко. Вот если бы такой гибрид где-нибудь я видел, вот это можно было выставлять на показ в институтах. Вот это и столичность. Потому что кривляние, беготня, бицепсы и так далее, компоненты. Сейчас у современных ребят, к сожалению, масса компонентов, которые иногда очень мощные и сильные. Но это компоненты, а симбиозы для настоящей творческой личности попадаются редко. Творческая личность Михаил Ширвинт, популярный телеведущий, видеоблогер, продюсер, считает клан Ширвинтов обыкновенной семьей, но вкладывает в это понятие большие смыслы и ценности. Я не очень люблю красивые слова доколи, ибо и династия, на мой взгляд, тоже относятся к категории вот этих вот вычурных слов неповседневной необходимости. Семья, вот в большом смысле этого слова, это я понимаю. При том, что все равно к определенному возрасту основная эмоция это брюзжание, все равно брюзжать мне можно было бы меньше, потому что я совершенно не брошенный старик. Те претензии, которые я имею к старым своим детям и внукам, и правнукам, они, конечно, такие местечково нервные, нежели смысловые. Говоря о местечковости, Александр Анатольевич, конечно, слегка кокетничает. Он настоящий, истинный москвич, и эмоции у него тоже столичные, как и многое другое. Ну, во-первых, у меня московская речь, она действительно московская. А во-вторых, у меня московские привязанности к месту, там, предположим, ипподром, любимое у моего места, вот, Никитские ворота. Привет конкурентам. Привет, Абридену. Без здоровья, на хлеб зарабатываю. У нас хлеб отбиваешь, мотается, мотается. Московское воспитание это отсутствие воспитания, потому что, чем дальше от Москвы, тем больше времени, тем чище и старомоднее люди. Можно сколько угодно говорить об отсутствии воспитания, но в семье Ширвинтов воспитывала сама атмосфера. Дом, полный книг и друзей. Сначала в скатертьном переулке, а потом на Котельнической набережной. Я никогда не считал и не считаю свою семью какой-то особенной, какой-то отдельно стоящей, а с другой стороны, считаю, как любой нормальный человек считает свою семью то единственную, потому что у него другой нет. Никогда, никаким детям, ни внукам я не говорил, что вы носители, и дальше я не знаю, чего продолжать, чего только они не носители, какой только крови и фамилии, поэтому никогда ничего особенного не было. И воспитанием-то как-то почему-то у нас никто толком не занимался в нашей большой семье. Папа когда-то сказал, что все, что приобретает ребенок, это генетика, как заложено, так и будет. Но это он отмазывался, чтобы не воспитывать меня. Но я также махнул в каком-то, можно в хорошем смысле махнуть рукой на своих детей. Что я сделал? Клава сказала мне, что я, очевидно, буду папой. Ну я разволновался, расплакался и сказал, что если она честный человек, она обязательно должна выйти за меня замуж. Дети, тем не менее, благополучно закончили школу, а сын Андрей, он просто, что мы называем, в семье не без урода. Он стал видным юристом, владеющим пятью языками и читающим на этих языках лекции по всему миру. Ну, может еще и исправиться. Саша, дочка, закончила РГГУ, поучилась искусствоведрению, искусствоведению. Воспитывала детей и открытость дома, и хлебосольный его дух, даже в не самые сытые времена. Это ведь тоже московская традиция собирать за столом несколько поколений. Главное в нашей семье это хорошее застолье с тостами, с шутками, и откуда бы кто ни приехал, какие бы дела в этот момент у кого-то не были, все вот в этом застолье объединяются, и оказывается, все говорят на одном языке. Существует вот это вот шампура, про которую нам с детства твердил мой папа, а ему, соответственно, наверное, его родители. И вот на этом шампуре мы все существуем. Единомыслие, можно так это пафосно сказать, но ощущение к жизни очень схоже у всех, без каких-то принципиальных разногласий. Мы все относимся к жизни с правильной расстановкой приоритетов и ценностей. Мы все не приемлем, в общем, одни и те же пороки и кошмары. Иногда бывает, смотришь на кого-то, на выступающего там или сям, деятелю культуры, и тебе становится стыдно. Стыдно за то, что человек потерял честь. Честь, достоинство, отсутствуют вот эти понятия. Эти понятия очень ценимы и значимы в нашей семье. И еще расскажу, никто никого специально не воспитывал. Мы не проходили курсы о честолюбии, а это так распорядилось ваше благородие, госпожа генетика. У нас как-то сохраняется общий язык, как бы не был кто разбросан профессионально, территориально, событийно, связующий центр нашей большой семьи, это застолье. Выпивание. Только выпивая можно вообще понять друг друга, свою семью. Когда дети пьют, это очень хорошо. Внуки, слава богу, начинают потихонечку. Только в этом случае ты становишься настоящим москвичом. А знаете, что такое быть настоящим москвичом? Это уметь пить, не нажираться. Положись на меня. Пойдем простым логическим ходом. Пойдем вместе. Пойдем вместе. Ты летишь в Ленинград? Нет. Мы могли бы особенно не вря рассказать о нашем родовом гнезде, где все вместе встречаются человеком. Получилось очень много. Очень трудно запомнить, кто есть Ху, потому что имена придумывают неслыханные. Элла, Сема, Рина, Мотя. Это нужно записывать. А если не запоминаешь, то уже схлопатываешь по морде, потому что как можно не запомнить имя любимой правнучки. А если их 16 и самому уже не 24, то приходится записывать. Династия Ширвинтов продолжается. Такое впечатление, что из поколения в поколение эти люди передают друг другу таинственный ген жизнелюбия и удачи. А у меня внук новый, свежий. Тоже очень сложно, потому что моя любимая внучка Сашенька два года назад родила двойню очаровательных Семову и Матвея. А через месяц мой первенец 63-летний Михаил Александрович родил Михаила Михайловича. Это дядя Моти и Семы. Дядя Моти и Семы младше племянников на месяц. О, чудный рыжий мальчик. Ну, просто очаровательный мальчик. Самая московская еда это омлет. Самая московская книга это не книга, а книги, которую я написал. Сам московский фильм это восемь с половиной. Парадоксальные, казалось бы, московские пристрастия Александра Анатольевича имеют свою логику. Знаменитый омлет по секретному рецепту готовит он сам. Знаменитые книги, разошедшиеся огромными тиражами, пишет тоже сам. Ну, а знаменитый фильм Федерико Феллини считает московским, потому что в далеком 63-м году восемь с половиной стал знаком оттепели, первой иностранной картиной, получившей гран-при московского кинофестиваля. Вообще вся эта история родословной, она ведь всегда на 93% придуманная. Все хотят прикрасить, приукрасить, все хотят выглядеть какими-то сердобольными, щедрыми, сентиментальными. Что объединяет фамилию Ширинт? Я думаю, что все-таки такая наседковая, какая-то ностальгическая, ужасно трепетная и старомодная забота о всем, что сидит вот внизу под твоим крылом. Аристократическая, богемная, творческая. Династии Ширвинтов подходят все эти определения, но главное это династия Московская, часть прошлого, настоящего и, надеемся, будущего столицы. Продолжение следует...